Я уже больше не ложился. Попросил у Бога укрепить еще на одну ночь меня и не по сот, по тысячу поклонов за вас положить. Я шел с вами по облакам вместе и просил, чтобы Бог дал сна вам и ей, чтобы вы хоть здесь в обморок не упали. Потому что все, что здесь делается, у вас все это сейчас... Не думайте. Когда спросили Гагарина, когда вы шли на встречу из самолета к Хрущеву, о чем думали, возвышены мысли. Он говорит, у меня мысль одна была, расшнуровался ботинок, думал, как бы не наступить на шнуров и не растянуться. А люди-то думают, вот там возвышены, он сейчас еще не помнит. А когда вот это снятое, посмотрите, тогда подумайте, вы знаете, куда приехали. Что, в Америке невест нету? Понимаете? Это уже оказана нам честь. Если за нашим товаром из-за океана едут, чтобы одну нашу голубицу увезти, это чего-то стоит. Но у меня, вот голубей держу, и бывает иногда голуби, один или два, я их как бы с кем-то ассоциирую. И вот у меня одна была голубка такая, появилась, откуда-то прилетела, я не знаю. Я сразу подумал, она похожа на Зину. И она у меня осенью внезапно, что-то у нее голова закрутилась, это вертяжка, одна. Не зараза, ничего, и погибла. Вторая, которая показывала, которая 75 раз вот так вертелась, белая и пятнышко одно. Я сразу подумал, это Наталья, у нее тут пятнышко, и до того, примерно неделю назад, она внезапно у меня исчезла, какой-то ястреб утащил ее. Понимаете, я не выдумываю, я говорю как есть, мне не надо что-то придумать. В этом я ничего не вижу, но меня это подтолкнуло еще больше к молитве. Это все человеческое, предрассудки, но Бог через разные вещи нас настораживает, чтобы были внимательны, заботились друг о друге. Мы истинно все знаем из Слова Божия. В Библии разное издание есть. И вот есть одно такое издание, видите, с закладками, полное православное, и мне ее подарили. Раз подарили, она моя. Подарили, когда я ее не просил. Это очень редкое патриаршее издание. Я сразу подумал, она дождется своего часа. И сколько было бракосочетаний, я никому ее даже не подумал отдать. Сегодня ночью, прямо на молитве мне, встань, возьми и отдай. Я отдаю. Я между вами заношу, а отдаю вам. На русском языке. Она читанная мной на русском языке. Вы следить будете, русский язык будете знать. А он ей даже на английском языке и следить будет. Я так и следил. Это библия. Очень сценно такое издание. Дальше. Я по малым частям буду кое-что подавать. У меня есть материал, называется «О семье». Они вошли в книгу к истинному православию. Это с собой брать, это на работу. Три экземпляра. Что вам не нужно будет, мне скажите, я заберу. И вот венчание по полному чину у нас снимали. Чтобы другим показать, это не вы, вот которая пела девушка, вот здесь вот так это рукой водила. Это вот она как раз, ее венчание. А это уехало во Францию. А это в Америку. У нас разъезжаются по всем странам. Греции, Германии, где-то и конец. Я дал несколько кому дать, чтобы посчитать конкретно. Хорошим языком написано. Вот. Дальше. Я не буду вам читать, потому что вы один день выкроете, целиком будете со мной. Вот это вот я материалы из интернета взял. Юля, где-то она здесь. Юля, вон она. Сиди, вот поднимись она. Она ждет ребенка. Она поставила на наш форум, и я это скачал. Как целомудренно ведут себя мусульманки. Я снял и суда заложил. Интернет это яма. Я прошу никому не говорить, что мы через интернет получили благо. Что она искала. Две церкви обменялись. Интернет это грязь. Это страшное блудилище. Там ничего нет. Здесь, во-первых, благословение Иосифа, их митрополита, низкий ему поклон. Его письмо, которое послало о благовестии, говорит, мне это бальзам на душу. Я сегодня подумал, его молитвами все это совершилось. Его архиерейскими молитвами. Вы понимаете, кого вы берете? Я сейчас кое-что вам расскажу, чтобы вы знали. Вы не просто в интернете увидели красивую девушку. Она выставила, может быть, фотографии 20-летней давности. Вы на 20 лет опоздали ее взять. А по-другому надо было на 20 лет попозже приехать. Я сегодня это все ночью дошел там. А потом подумал, как раз это у Бога вымерено. Потому что люди говорят, нехорошо быть человеку одному, это ветхозаветнее. Что рождать, это ветхозаветнее. В новом завете рождает, апостол Павел говорит, я в муках рождения. Это духовное рождение. Когда я обратился с Богом, по слову Божьим, Михаила Анна в Атвии, у них детей не было. Но все там всюду заезжали к ним. И я первый же день пал на колени и сказал, Господи, дай мне их биографию, наложи на меня. Она полностью повторилась. Один путь для вожделения. Я вам написал там. А когда Тавид вошел, говорит, я беру ее не для воздотворения, похоти, а как спутницу жизни. Я вот молюсь, пытаюсь войти в это состояние, не могу, как будто бы я посылаю благовестника, проповедника к вам в Америку. Командирую ее, а вы ее охранитель. Как Иосиф был, говорит, у Божьей Матери. Сколько у вас детей будет неизвестно. Но церковь всегда считала, да и Библия так говорит, что девство это золото. Я против женитьбы, против замужа, но никому я не мешаю. Но я должен сказать, что 16 глава 7 стих к римлянам, там говорится, Андроник и Юния, их мало кто знает. Это муж и женой. Посвятили себя на служение Богу, и Павел передает им пример. Писки Лакила. Многие жили, как брат с сестру. Они поженились, как житие Фомы, апостолов. И он сразу их развел, они жили, помогали всю жизнь друг другу. Вы изберете свой путь, Бог покажет. Третий путь. Путь, как люди мира этого живут, но только соблюдать. Среда, пятница. Когда венчания нет, то и соединия между мужем и женой нет. Мирское к нам не должно приставать. Перед вами теперь уже не невеста, не знакомая, а жена. Она мне очень и очень дорога. Она лагерю отдала практически 14 лет. Яков работал 14 лет за Рахиль, а она для лагеря. Эти 14 лет теперь на вас ложатся. И я вам скажу, если она столько служила для лагеря и уходит, я отпечатал во всех валютах евро и доллары искать для лагеря помощь. Я вас награждаю. Кому где найдете. Вы относитесь к богатому классу. Можно сказать, к среднему, да? Что-то найдете. Помаленьку, каждый месяц, Наталья, откладывайте для лагеря, для которого дала 14 лет. Она, как Иаков, служила для Бога Иеговы. Для чужих детей. И когда из лагеря у меня уезжали люди, ну я как начальник лагеря, мне интересно, как люди относятся к лагерю. Я говорю, ну скажите, а что вам больше всего понравилось? Ну, обеды хорошие. Все сто процентов ответили, понравилась нам Наташа. Знаете, меня, конечно, это остужало в моих мыслях. Почему? Как она за детьми ходит, среди ночи встает, с горшками. Я говорю, мать родная, так за ними не хожу. Она стирает, стряпает, шьет, отъезжает, покупает материю, платье всем сошьет. Вы отнимаете от меня 15 лет, может быть. Они с вами поедут, мои эти годы. В ней они находятся. И вы уже никуда не уйдете. Это я вам сказал сегодня. Потому что Господь налагает на нас одно время за другим. Когда я увидел вот такое у него смущение, тяга к миру есть, я стал молиться, вопиять, Господь, усмотри-ка, Господь вас усмотрел. И вы как спаситель. У нас уже есть такие моменты. Прыгнулось через забор, говорит, как дикая коза в море упала, и все. Ни вот этого торжества не было, ничего нету. И никого нигде нету. На этом надо сознаться. Что вы, молодые, разве не хотели, чтобы вот так вот было, были рядом родители, общество? Община – это семья. Я даю вам вот это, что про мусульман, сохранить из интернета. Это не мое. Дальше. Я вот прочитал хотя бы одно стихотворение вам. Это женщине вообще, ну не затягивать. Мои два стихотворения. Когда жена ревнует. А почему я этой теме коснулся? Потому что Наташу ревновали везде. Когда она пришла к нам, ревновали, где она жила на квартире, она рассказала, ты здесь, она шла, ну буквально везде ее. Никакого повода она не дает. Я сегодня в одно место звонил, приглашал, было бы хотели, но жена там устроила до истерики. Какая-то. Я не говорю в каком городе, где это, что-то. А какое-то подозрение, если ничего нету. А они просто чувствуют, что она превосходит их. Поэтому. Это всегда так. Это зависть. Этого делать нельзя. У христиан этого не должно быть. Библия для женской ревности не оставляет ни одной строчки. Он может ревновать. Для него есть специальная глава числа, пятая глава. А для нее нету. Просто у нее нету. Она вычислена. Не должно быть. Слушается, не слушается, написано любить жену. Тебе труднее выполнить запад. А ей послушание, рот замкнул и все. Послушание. А любить, я потерял любовь к жене. Я теперь прошу, кричу, ничего не могу сделать. Я должен каждый день сто лет вопиять. Я не просто с ней должен хорошо обходиться, а любить. И это надо выпросить у Бога. А выпросить можно только на коленях. Другого нет. Она слушается, не слушается, любить. Какое? Послушание. Вот все, больше ничего нет в этом. Я несколько моментов выбрал, но думаю, отдельно вам скажу. Апостол Павел говорит, остался без жены, не ищи жены. А мне вас, выходящих замуж, жаль. Вы будете мескорби по плоти. Венец этот, не думайте, что она стояла, как цариса, на пленках отобразилась. Венец означает терновый венец скорбей. Другого толкования в требнике нет. Это непокорность мужу, больные дети. И обязательно прочитайте, прослушайте крейсию Русаната Льва Толстого. Наташа, запомните. Я ее везде выставляю. Лучшего произведения я просто не знаю. И нужно сделать все, чтобы с нами был Христос. Батюшка сказал, не будет молитв, я скажу, утренней, ранней, у вас еще не будет. Она болеет, подними. Она не может, подними. А потом помолились, теперь ложись, отдыхай, теперь обиходит. Молитвы не будет, ничего не будет. Ты будешь на сторону смотреть. Тем более, если мужчина был женат, и неважно, венчан, венчан, не венчан, у него уже опыт есть. И тебе ничего не сделать. Ты будешь теперь в ревности исходить. Так, я, может быть, не увижу, что. Жена ревнует к старому столбу, что на него вчера ворона села. Ни порошинки совести во лбу, то красным покрывается, то белым. От суперподозрительных испугов тошнит размокший веник по утрам. Однажды впрягший гонит бес по кругу. Забытый совесть, счесть, есть только тьма. Недок тяжелый, чуждый в мусульманстве, где многоженству дан неистребимо. В спокойствии их жены ловят счастье, и стрелы ревности их пролетают мимо. Утишься, окаянная супруга, охолонись, натолкнись на драку. Уже не надоест по суткам ругань, ни проблеска в семейно-адском мраке. Кого бы не увидело случайно, кто с мужем говорил наедине, пыхтит и дуется, как закипевший чайник, прилюдно начинает сатанеть. Пригорший смерти ревностный мужик не на земле ночует, в преисподней. Не дай вам Бог с таким когда-то жить, с ножом он носится, помешанный, в исподнем. От ревности возможно избавление у тех, кто к страхам Божьей спросил. Уменьшится, упрется на колени, пусть даже с ненадломленной тростью. О деле Божьем ревнуйте ежечасно, не отдавайся прихоти и риску в неизвестность. Позволь другим принять в себе участие. И помни, ты не зверь, а у Христа невеста. Ему будь верен, повода не дай себя подозревать в мирской измене. Знак верности и любовь она не моде дань. Ее никто ничем нам не заменит. Это мое стихотворение. Вот, какой я ошибся вам дал. Дальше. Я был на приеме у главы администрации. Религиозные дети собирали. И нам подарили всем по книге Барнаул. Там некоторые не знают, кто такой Барнаул. Книга вся из картин. Я дарю ее Наташа. Людям потом где-то там показать. Трудно положить потом я покажу. Она тяжелая, конечно. А вот это возьмете или нет, но я приготовил. Так как отправляетесь на благовестие, вот такие квиточки это пачка квиточков. Это тебе, минутку подержи, а это вам. Квиточки с кем бы где ни встретились, а чтобы я с вами ушел. Положите, потом решите брать или нет. Возьмете то, что вам по силам. А остальное я скажу уже при встрече. Какие книги нужны будут? К первому августа выйдет у меня трехтоптик. Оставите деньги, я вышлю. Выкуп один. Мои труды постарайтесь восполнить. Она знает, что я делал. Чтобы у меня потери в нее не было. Чтобы Бог дал мне помощнице ей замену такую, хотя трудно ей найти замену. Последнее время она охолодела, ее не было. Видимо, там уже в Мерске, я не знаю, что там было. Ну, по всяким разным причинам. Но вот я говорю, как было раньше, я смотрю, как на избавление от этих смущений. Я безмерно просто рад, чтобы это было в надежных руках у вас. Чтобы вы сохранились. Сохрани Бог когда-то на жену руку поднимать, кричать. Это ничего не даст. У меня тоже жена бывает что-то распыхтится, я сразу в угол лестовку и я только молитва все погасит. Я просил Наташу припомнить, кто на тебя что имеет, кого обидела, кому дерзила, у всех попросить прощения и благословения. Ты должна со всех сторон быть благословенная. Пожалуйста, поздравляйте. Если можно будет кому-то показать нашу епархию местную, один из журналов.